Моё почтение, товарищи бухловары, самогонщики, дистиллеры. Сегодняшнее видео в основном хочу посвятить новичкам. Ну, возможно, и бывалым тоже будет интересно. Сегодняшнее видео о оборудовании от компании МЗБО. Это МИАССКИЙ завод бытового оборудования. На их оборудовании я работаю уже достаточно долго. Как и на 2-дюймовом, так и на 3-дюймовом. И поэтому мне есть что сказать. Я уже смело могу рекомендовать, потому как всё это оборудование было испытано лично мной. Плюс ко всему, сегодня не покажу, но в скорости кастрюлю. 50-литровая, с купольной крышкой от компании МЗБО. Просто она сейчас у меня ещё на почте. Итак, вот особенно для любителей димротов. У меня есть вот такой замечательный медный димрот. Он полнопроходной, двухконтурный. Устанавливается вот в такую вот стеклянную царху. Посмотрите. Для эстетов, ребята, это просто чудо. Я показывал, как это красиво работает, когда вот именно в работе. Для эстетики это просто обалденно. Ну, это понятно. Красоту многие любят. Но также важна и практичность. Практичность в чём? Ну, во-первых, экономия колоссальная воды. Потому что димрот, опять же, повторюсь, очень мощный, двухконтурный. Что значит двухконтурный? Ну, по сути, это два димрота. Один, вот он, большой, который снаружи, верхний. Вот этот наружный контур. И второй, который меньшего диаметра внутри. По сути, это два димрота в одном. Получается, что если у нас, в принципе, небольшая мощность подаётся на аппарат, то мы можем задействовать лишь один контур, в принципе. Не обязательно два контура подключать. Если мы хотим подать большую мощность и при этом ещё сэкономить воду, там вода вообще будет по струйке, вот как спичка течь, то подключаем два контура, охлаждение, нет проблем. Подключается контура, вход воды на спираль, выход воды с другой стороны с ровной трубки. Три с половиной киловатта, что я подавал на него дома, в квартире, это, конечно, вообще ни о чём. Он их кушает, просто как семечки плюёт. Сантиметров, наверное, пять димрота. Нижняя часть была задействована в утилизации трёх с половиной киловатт. Вся вот эта часть, она ждала, что дай ещё. Мы хотим ещё, но у меня, увы, в квартире возможно только три с половиной киловатта подать. Так что такая чудесная вещь, такой вот мощнейший димрот. Особенно вот для любителей эстетики и для тех, у кого большие потребности, скажем так, и есть возможность подать большую мощность. Так же вот этот димрот из нержавейки. Так же двухконтурный, полнопроходной, всё то же самое, только он меньшего размера. Кстати, устанавливается он вот в такую гильзу, но так же, так же, вот такие, с тремя шпильками диоптеры. И сюда он тоже прекрасным образом становится. Вот так вот. Всё проверено лично на себе. Об этом я уже снимал видео. Дело в том, что, когда берёте колонну профи в сборе, то там идёт у нас димрот. Он ставится вот в эту гильзу, да? Ну и под ним уже там идёт диоптер, узел отбора и орошения. И у меня начали задавать вопросы. Витальсон, а как бы сэкономить по высоте, дабы, возможно, добавить ещё насадочной части? А в колонне идёт две трубы, то бишь, две царги. Одна метровая и одна тридцать сантиметров. Получается, насадочная часть у нас метр тридцать. И что я сделал? Я вместо вот этой трубы, вместо вот этой гильзы, димрот стал ставить в диоптер. И получается, вот эта двадцати сантиметровая труба ещё у нас становится в насадочную часть. И получается, насадочная часть у нас полтора метра. А наш дефлегматор, димрота, прекрасно стоит в диоптере. Всё. Единственное, что мы не видим, как у нас с узла отбора идёт возврат флегмы. Ну, это, опять же, чисто визуал. Невидимый, невидимый, бог с ним. Что ещё хорошо в компании МЗБО? То, что огромный выбор разных комплектующих, как в сборе целиковых аппаратов, так и по отдельности. Просто, если вам не надо вот так, то можно купить то, что нужно вам. Всё вот по отдельности. Вот это собрать. Это, 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 это. И, пожалуйста, не нужно будет переблачивать за какие-то лишние, к примеру, детали. Вот, всегда можно договориться о комплектации. Вот такой, опять же, у нас идёт, я называю, шляпа. Это вместо углов. Хоп-хоп. Поворачивается в любую сторону. Очень удобно использовать в режиме подстил. Ну, здесь, естественно, прокладка и хомут. Да, охладитель. Потому как это, в принципе, у нас река колонны. Я не буду сейчас вытаскивать царгу, потому что она у меня полностью забитая, стоит в уголку, всё ждёт своей участи. Ну, получается, у меня на кухне потолки 2,40. Потолки низкие, по идее. И, работая на тене, кастрюля стоит на полу, подставочка на полу из фанерки. Метр пятьдесят насадочная часть. Далее, вот этот вот дефлегматор. Всё, потолка хватает, даже ещё немножко местечко остаётся. Так что, вот, обычная хрущёвка, обычная кухня. Прекрасно, прекрасно работает аппарат. Всё, короче, вмещается. Всё нормалёк. Это на 37-литровом кубе. Я думаю, всё рассказал, всё показал. Что хотите. Да, кстати, полтора дюймовая, двухдюймовая, трёхдюймовая оборудование. Всё по ссылочкам проходим и смотрим. Возможно, кому-то трёшка не нужна. Да, у кого-то нет, допустим, таких потребностей. У кого-то нет возможности подавать киловатты большие. Тому хватит, может, там и полторашку, и двушки. Всё есть. Как демроты, так и кожухотрубники. Пожалуйста, всё есть. У меня двухдюймовое оборудование от МЗБО тоже есть. Но сейчас оно у меня убрано там на балкон. Пока что я им не пользуюсь. А так прекрасно, все вы видели. Я даже в лесу, на озере, на нём гнал самогон на вот такой-то огромной газовой горелке. На пропановой. Кстати, интересный видосик. Посмотрите, тоже кину его в описании по ссылочке. С Женьком мы там вещи вот такие вот творили. Так что время приобретать уже давно пора. Время для тех, кто всё ещё думает. Кто ещё чешет репу. А брать, не брать. Да и давно пора уже брать. Давно пора. Нифига дешевле не будет. Всё будет только дороже. Ну вы что? Вы что, не первый день живёте? Вы что, не знаете, как всё происходит? Не первый раз такая канитель происходит, когда цены растут и обратно уже не падают. Надеяться на то, что всё это подешевеет и будет стоить, как и прежде. Да не, нифига. Скорее всего, такого не будет. Поэтому, как говорится, надо брать. Ребята, надо брать. Мой вам совет. Всё, друзья мои. Всем пока. До новых встреч. Быть добро. Субтитры подогнал «Симон»